Каланхоя на улице в открытом грунте, можно ли высаживать на улицу? Каланхоя – суккулент из семейства Толстянковые. На родине в Южной Африке и Азии встречается более 200 видов. Как вырастить тропическое каланхоя в саду, посадка и уход за растением на улице описаны в данной статье. Каланхоя можно ли высаживать в открытый грунт? Каланхоя очень давно используется в комнатном цветоводстве. Во многих домах оно встречается горшке на подоконнике. Популярность растения обеспечивают не только красивые цветы, похожие на маленькие розочки, плотные пестрые листья, но и лекарственные свойства его сока. Уезжая летом из душного города хочется посадить каланхоя на даче. Можно ли каланхоя высаживать на улицу? Посадка домашнего лекаря в открытом грунте не вызовет особых трудностей. Каланхоя на улице в открытом грунте выращивают многие цветоводы. Описание комнатного растения каланхоя. Род каланхоя богат видами. В домашних условиях культивируется несколько из них, отличающихся внешним видом листвы и соцветий. В большинстве случаев это растение высотой до 50 сантиметров. Листья средние или темно-зеленые, плотные, кожистые, часто пестрые. Каланхоя – суккулент, который накапливает влагу в листве. Край листовой пластины зубчатый. У многих видов на нем образуются выводковые почки с корешками. К сведению, неприятная особенность некоторых представителей – старые листочки опадают, оставляя голый стебель. Метельчатое соцветие несет мелкие цветочки розовой, красной, белой, желтой, оранжевой окраски в зависимости от сорта. Начинающие цветоводы спрашивают, можно ли выносить летом на улицу каланхоя. Залитая летним солнышком лоджия или терраса будет отличным местом для выращивания этого растения. Главное – вовремя поливать цветок и притянить от прямых лучей. Кроме этого, растение легко можно выращивать в открытый грунт. Посадка каланхоя в открытый грунт на даче. Каланхоя на открытом воздухе в саду при соблюдении условий посадки и ухода чувствует себя неплохо. Каланхоя используется на клумбах в качестве солитерного растения и в бордюрах, низкорослые формы. Ниже представлены особенности микроклимата и агротехники, необходимые, чтобы успешно выращивать каланхоя на улице. Температурный режим для растения. Высаживают уличное каланхоя после того, как минуют заморозки, а почва и воздух достаточно прогреются. В средней полосе России, Подмосковье такие условия наступают в первой декаде июня. Растение, зимовавшее дома, должно пройти акклиматизацию за 2-3 дня перед пересадкой его выносят на несколько часов на свежий воздух. В последний день можно оставить на ночь. Каланхоя практически без проблем переносит температуры воздуха от 12 градусов до 30 градусов. Температурный режим, при котором растению наиболее комфортно, 16 градусов до 18 градусов. Важно, при экстремально низких и высоких температурах каланхоя перестает расти и закладывать почки. Влажность воздуха и почвы. Цветок не требователен к влажности воздуха. Неплохо переносит засуху при высоких температурах и чрезмерную влажность при низких. Чувствителен к влажности субстрата. Полив необходим обильный и регулярный. Если растение растет в полутени, интенсивность полива нужно уменьшить. Главное следить за тем, чтобы ком земли не пересыхал. Расположение и освещение. Каланхоя не требовательна к освещению. Единственное, чего следует избегать, так это попадание прямых солнечных лучей, так как это может вызвать ожоги. При сильном недостатке солнца цветочки растений станут мелкими и невзрачными. Важно, цветку необходимо обеспечить 12 часов рассеянного освещения. Особенности подкормки. Каланхоя, как и другие суккуленты, плохо относится к внекорневым подкормкам, зато хорошо отзывается на прикорневые. Для подкормок специалисты советуют выбирать комплексные средства. Их легче дозировать, они содержат полный набор макро- и микроэлементов. Оптимальным считается следующее соотношение, 20% азота, 8% фосфора, 20% калия. Препарат разводится в воде, 5,5 грамма на 2 литра. Проводят полив два раза в месяц. В конце лета частоту подкормок уменьшают, к осени прекращают. Если через 2-3 дня после подкормки на растении появились желтые скрученные листья, нужно прекратить внесение удобрений. Красиво цеветущий каланхоя не особо требователен к удобрениям. Специфика пересадки. Посадка и пересадка каланхоя – достаточно простые процедуры. Главное – выбрать подходящее место и грамотно составить почвосмесь. Вот примерный состав грунта, которым нужно заполнить лунки. Лиственная земля – второго части. Дерновая земля – второго части. Компост – первая часть. Песок – первая часть. Важно, в качестве дренажа нужно добавить древесный уголь или керамзит. Смесь, приготовленную самостоятельно, можно заменить покупным грунтом для суккулентов. Выращивание каланхоя на улице – условия и уход. Иногда каланхоя на даче высаживают в горшки либо вазоны. При посадке в уличный вазон нужно следовать следующей схеме. Подобрать горшок. Нужно помнить, что растение лучше чувствует себя в просторной таре, нежели в тесноватой. На дно засыпать слой дренажа. Корни растения осмотреть на предмет гнили и повреждений. Все ненужное удалить, стараясь земляной ком полностью не разрушить. Корни поместить в новый горшок, досыпая свежий грунт. Провести мульчирование мелкой галькой. Посадка каланхоя в вазон. Если принято решение сажать каланхоя на клумбу, то лучше остановиться на небольших растениях. После высадки растения нужно обильно полить. Чтобы цветок радовал все лето, нужно соблюдать приемы агротехники и условия выращивания. Возможные трудности. При высадке каланхоя в открытый грунт растение будет подвержено стрессу. Световод должен помочь ему адаптироваться с наименьшими потерями. Стрессогенными факторами будут. Смена микроклимата. Изменение почвы. Атаки вредителей и возбудителей заболеваний. Изменение светового режима. К сведению, для уменьшения нагрузки растения можно обработать эпином либо иммуноцеитофитом. В саду, на свежем воздухе, вероятность столкнуться с вредителями и болезнями возрастает в разы. Вредители. В открытом грунте каланхоя поражается тлей и паутинным клещом. Тля часто заносится на растения муравьями, поэтому если их много на участке и тем более на конкретном растении, нужно быть особенно внимательным. Мелкие полупрозрачные насекомые прокалывают жилки растения, высасывают его соки, покрывая листья и стебли липким налетом, провоцирующим. Размножение плесневых грибков. При небольшом количестве тли поможет крепкий мыльный раствор. Если паразитов очень много, потребуется обрезка растений и обработка инсектицидами. Паутинный клещ селится на нижней поверхности листа, постепенно окутывая молодые побегии и листочки липкой паутиной. Так же как и тля, питается соками растения. Листья становятся жесткими, желтеют и их края отмирают. Борьба заключается в обработке мыльным раствором либо комплексными инсектицидами, окарицеидами, фитоверм, вермитик и другие. Паутинный клещ высасывает из цветка все соки. В прохладную погоду при обильном увлажнении, особенно в конце лета на колонхое, может появиться серая гниль. Листья становятся липкими на ощупь, покрываются серым налетом. Если не принимать мер, листва всего растения превратится в кашу. При повышенных температурах в сочетании с высокой влажностью и застоем воздуха растения поражается мучнистой росой. Это заболевание проявляется в появлении белых пятен с серым мучнистым налетом. Методы борьбы с плесневыми и мучнистыми грибами едины. Наладить режим полива. Отрегулировать по возможности температуру. Обработать фунгицеидами. Колонхое в открытом грунте наиболее выигрышно смотрится в кашпо, в озонах, горшках. Если высадить растение таким образом, его можно выставлять на клумбу в солнечный день и заносить в дом в случае непогоды. В уличных условиях нельзя переувлажнять растение и оставлять его под прямыми солнечными лучами. А самое главное, не забыть занести обратно домой с наступлением холодной осени.